Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Седов Артур Александрович, управляющий директор Росттерминал «Уголь». Продолжение следует... Казаков Андрей Викторович, генеральный директор железной дороги Новороссии. А также с нами присутствует Гончаров Михаил Валерьевич, генеральный директор Крымская железная дорога. В зале присутствуют руководители территориальных управлений Рожелдор, ректоры подведомственных образовательных организаций, руководители транспортных организаций. Для открытия пленарной дискуссии передаю слово Иванову Александру Олеговичу. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад приветствовать на сегодняшней отраслевой конференции, посвященной ключевым вопросам и причинам нехватки специалистов рабочих профессий на предприятиях железнодорожного транспорта, а также возможности решения указанной проблемы. На нашей конференции присутствуют ректоры транспортных вузов, директора филиалов вузов, осуществляющих подготовку специалистов по программам среднего профессионального образования, руководители российских железных дорог, иные работодатели-представители научно-технической и педагогической общественности. Коллеги, цель образовательных организаций железнодорожного транспорта – обеспечение квалифицированными кадрами с высшим и средним профессиональным образованием предприятий железнодорожного транспорта России. В 2023 году обучение проводилось в 9 высших учебных заведениях, имеющих 57 структурных подразделений, реализующих программы среднего профессионального образования. Ведущие российские железнодорожные вузы прилагают колоссальные усилия для того, чтобы соответствовать запросам рынка труда. При этом, как подчеркивают наши ректоры, в погоне за профессиями будущего, школа железнодорожного образования остается верной фундаментальным традициям транспортного комплекса России, который ценится работодателям. Ключевая проблема 2023 года для российского рынка труда – острая нехватка квалифицированного персонала. Косвенно об этой проблеме свидетельствует рекордно низкий уровень безработицы. Дефицит квалифицированной рабочей силы является одним из двух главных рисков для российской экономики. Вторым была низкая мотивация частных инвесторов. После февраля прошлого года российский рынок труда пережил как минимум две волны релокации – весной после старта специальной военной операции и осенью на фоне частичной мобилизации. По-настоящему эффективным способом борьбы с кадровым голодом является совершенство технологий вместе с сокращением доли ручного труда. С тем, что для решения проблемы кадрового дефицита необходимо налаживать взаимосвязь между вузами и бизнесом, согласно большинству экспертов. Если компании будут формировать запрос по специалистам для учебных заведений, то они смогут создавать новые программы для подготовки именно тех выпускников, в которых нуждается рынок. Государство, в принципе, идет навстречу предприятиям в содействии по решению вопроса нехватки кадров. Хотя иногда информации о реальных потребностях рынка ему может не хватать. Еще одна важная тема – трудоустройство студентов. Его, по мнению экспертов, также необходимо стимулировать, чтобы дать возможность обучающимся получить опыт работы еще до диплома, а бизнесу закрывать потребности в работниках. Мы понимаем, что система профессиональной подготовки требует таких же значительных изменений, которые происходят сейчас в экономике России. Нужна более адресная подготовка под запрос работодателей, более точное и соответствие направления обучения требуемым конкретных отраслей, более тесное взаимодействие с заказчиками кадров. Необходимо сформировать новый уровень партнерских отношений. Один из ключевых элементов всех изменений – это постоянная настройка в соответствии с запросами работодателей. Необходимы новые подходы к развитию системы среднего профессионального образования, которая включала бы в себя три важных базовых принципа новой системы. Это практика, ориентированность, это мультиспециальность и, естественно, обязательный уровень качества подготовки по каждой профессии. Любая компания похожа на часовой механизм. Если не достает какой-то маленькой, казалось бы, детали, то часы стоят. Так же и в компании важен каждый сотрудник. В конце я хочу выразить благодарность всем участникам конференции, пожелать плодотворной работы и никогда не сходить со своего жизненного пути. Предлагаю, передаю слово модератору конференции, гнатюку Максиму Александровичу. Пожалуйста, Максим Александрович. Александр Олегович, благодарю вас за содержательное выступление. Дмитрий Сергеевич, РЖД как крупнейший работодатель чувствует на себе все вызовы рынка труда. Скажите, пожалуйста, какие меры в настоящий момент принимает компания? Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу вас поприветствовать от имени компании «Российские железные дороги». Мы, с одной стороны, заказчики ваших услуг и вашей работы, а с другой стороны, потребители результата вашего труда. Потому что именно ваши выпускники составляют, безусловно, стержневую составляющую вообще всего персонала нашей компании. Ну и считаю, на самом деле, крайне правильным и актуальным обсуждение этого вопроса именно сейчас. Так же, как считаю, что в названии нашей дискуссии, да, тоже абсолютно точная формулировка имеется, именно кадровый голод. Точнее не скажешь. Ситуация уже зашла, пришла к такой стадии, когда вот по-другому действительно, кроме как кадровым голодом, эти процессы, которые происходят, по-настоящему просто и не назовешь. Продолжение следует... Даст свой эффект и повлияет на ситуацию. Понятно, что, как я уже сказал, в какую сторону здесь... О! Сейчас в таких вот беспрецедентных условиях работает практически вся промышленность, все компании в нашей стране, именно в условиях кадрового голода. И если говорить о состоянии на рынке труда, то можно, наверное, такие выделить конкретные особенности или причины крупновлочные. Понятно, что это, как уже звучало, сокращение трудоспособной доли населения, это последствия демографии в первую очередь. Ну и, во-вторых, это реальный рост объема производства, это связано, безусловно, и с импортозамещением, и с оборонными предприятиями, с военно-промышленным комплексом. Причем там сейчас реально другой совершенно стартовый уровень заработных плат, от 80-100 тысяч и значительно более. И это, конечно же, приносит соответствующие результаты. Поэтому, тоже, как уже звучалось, начиная с момента, скажем так, наблюдений, а эту историю начали отслеживать с 91-го года, уже на протяжении нескольких месяцев реально фиксируется аномально низкий уровень безработицы. Сейчас это 3% в стране, такого в современной России не было никогда. Да, и, безусловно, это уже оказывает прямое влияние, в том числе и на экономику в целом страны. И из этого можно сделать один-единственный вывод о том, что сейчас мы пришли к такому состоянию, что свободного персонала для найма, не только на железную дорогу, но и на железную дорогу в том числе, на рынке практически нет. Если раньше основная задача наших кадровых подразделений сводилась к тому, чтобы персонал в большей степени удержать, то теперь приоритет в том числе сменяется еще и задачей этот персонал привлечь. Вот в этих условиях, о которых я сказал раньше. У РЖД, конечно, есть три особенности, которые на нас влияют в большей степени, как на крупнейшего работодателя. И вот те вызовы, с которыми столкнулись мы, как компания, можно в три таких больших блока обозначить. Они вот в левой части слайда представлены. Мы реально чувствуем дефицит именно рабочих кадров. Две трети персонала компании – это именно рабочие. Второй вызов – это реально возрастающее значение восточных регионов. Знаете, в числе главных приоритетов компании сейчас развитие именно восточного полигона, Байкало-Амурской магистрали и так далее. И именно сюда нужно концентрировать много сил и ресурсов. Ну и третий вызов, с которым мы столкнулись, мы, правда, это успешно достаточно решили. Это было еще на пограничной стадии, связанной с ситуацией на рынке с труда. Мы увидели огромную потребность в работниках именно строительных специальностей. Стояла задача привлечь, в том числе в подрядной организации, почти 30 тысяч строителей. Мы с этой задачей справились, причем в разрезе конкретных специальностей и в разрезе конкретных мест работы, дислокаций. Как на эти вызовы реагировать, соответственно? Ну, безусловно, нас эта вся история заставила по-другому взглянуть на приоритеты в нашей кадровой политике. При этом понимаем, что каких-то точечных мер уже недостаточно. Нужно системно, таким широким фронтом на эту ситуацию пытаться, соответственно, влиять. Поэтому продумали, соответственно, целый ряд уже хорошо себя зарекомендовавших источников и управленческих решений, но в том числе и новые сформулировали. Условно их вот укрупненно, соответственно, отформатировали по семи конкретным направлениям. Вы эти семь конкретных направлений, не буду их называть, но можете видеть на слайде. Теперь прокомментирую эти семь направлений. Первое направление, соответственно, связано с изменением не только нашей корпоративной культуры, а была принята обновленная редакция нашего кодекса деловой этики, утверждена Советом директоров. Там появилось новый целый ряд положений, которые по-настоящему влияют на корпоративную культуру, но частью это изменение именно с точки зрения позиционирования нас как компаний на рынке труда. Все вы знаете, что раньше это называлось EVP, сейчас мы говорим о том, что это все-таки ценностное предложение работодателя. Так вот, мы сформулировали позиционирование компании как работодателя, как РЖД для людей дела. С одной стороны, такой короткий, но с другой стороны, очень емкий слоган. Кстати говоря, очень быстро был подхвачен всеми нашими работниками, и сегодня он уже используется очень широким фронтом, в том числе при проведении любых мероприятий внутри компании. Кроме того, взяли и определили конкретные преимущества, которые выделяют нашу компанию на рынке труда, наши конкурентные преимущества, сгруппировали их по четырем конкретным позициям. Мы говорим, что РЖД это масштаб, мы и по численности, и по истории, и по проектам, это и беспилотное движение, и квантовые коммуникации, и стройка, и так далее, действительно масштабные. Второе наше преимущество это технологичность, это касается не только производственных процессов, но мы технологичны и с точки зрения взаимоотношений с персоналом. У нас уже там электронный кадровый документооборот в полной мере, уже 220 тысяч сотрудников участвуют в этом. Это и социально-кадровые центры наши, как единая точка входа, соответственно, в компанию. У нас отцифрованы льготы и услуги все, это сервисный портал, который полный аналог государственных услуг, и работник теперь в один клик получает любую причитающуюся ему льготу, причем и уведомление об этих льготах заранее. Третья наша особенность, мы говорим о РЖД, это забота, это и наш коллективный договор, один из лучших в стране, это наш соцпакет, это конкурентоспособная до недавнего времени заработная плата, это история, которая распространяется не только на сотрудников, но и на членов семьи и пенсионеров, забота. Ну и четвертое наше преимущество, мы говорим о том, что РЖД это компания возможностей. Себя могут реализовать представители любых профессий, причем там работает система кадровых лифтов, все это тоже отцифровано, работает системно, но не только с точки зрения профессиональной можно себя реализовать, но и в интеллектуальной, в творческой, в спортивной жизни, в полной мере. Ну и после того, как мы себя по-новому спозиционировали на рынке труда, конечно же, основной вопрос это конкурентоспособность нашей заработной платы. Сейчас абсолютное точное последствие вот этой тенденции на рынке труда, это борьба работодателей за персонал через гонку заработных плат. Вот реально происходит гонка заработных плат. Этот процесс, безусловно, нужно, конечно же, остановить, причем остановить на государственном уровне, приняв целый ряд решений. Мы что сделали с точки зрения конкурентоспособности? Ну, во-первых, понятно, что мы трижды в этом году проиндексировали заработную плату, два раза по коллективному договору в те же сроки, и один раз сделали внеочередную дополнительную индексацию, совокупный размер 7,5%, но главное это управленческое решение. Это заключается в том, что мы полностью пересмотрели механизм и планирования, и критериев по распределению так называемых зональных надбавок. Но зональные надбавки это точечное увеличение заработной платы, электромонтер у нас на предприятии, электромонтер за забором или сопоставимая профессия, и, соответственно, вот так точечно всю эту историю регулируем. Как я уже сказал, пересмотрели и механизм планирования, и механизм распределения. Определили конкретные массовые профессии, по которым есть сложности с точки зрения укомплектованности, текучести, и выделены были дополнительные средства. Если раньше, ну, не буду называть цифры, но средства на зональные надбавки, на регулирование точечное конкурентоспособности заработной платы были увеличены в 10 раз. В 10, по сравнению с предыдущими годами. С ноября уже, вот, в декабре начинаем это все реализовывать, ноябрь тоже туда войдет. Очень надеемся на то, что это даст реальную конкурентоспособность. Ну, а с точки зрения пересмотра критериев к определению зональных надбавок, на самом деле у нас были созданы специализированные подразделения, которые называются центры по подбору персонала. Это полный аналог рекрутинговых компаний, по тому же принципу работающие, на каждом полигоне дорог. И теперь с их помощью мы в базе данных, в массиве видим применительно конкретному населенному пункту, где находится наше предприятие, видим реальных конкурентов в этом населенном пункте и реально куда, какая профессия наша, может уйти, соответственно, к нашим конкурентам. То есть куда монтер пути, на какие профессии в этом населенном пункте, может, соответственно, уйти. И видим разницу в заработных платах. Все это, соответственно, в единой базе данных, поэтому, вот, основываясь вот на таком анализе, и происходит распределение зональных надбавок. Очень надеемся, что это реально повлияет, вот такое управленческое решение, и остановит процесс, соответственно, нашей текучести наших кадров, потому что хочу сказать, что динамика крайне неутешительная по состоянию вот на вчерашний день, то, что называется. Третье направление, вот из тех семи, о которых я говорил, это, соответственно, такое кардинальное повышение эффективности подбора, процедуры подбора. И там мы предприняли четыре конкретных, на наш взгляд, важных шага. Ну, во-первых, как я уже сказал, перестроили весь процесс так называемого рекрутинга. Раньше каждое структурное подразделение себе подыскивало необходимый персонал на вакантные позиции. Теперь мы открыли 16 специализированных центров по подбору персоналов. Они, как я уже сказал, работают полностью по принципу рекрутинговых агентств. Соответственно, используют все возможные источники, сопровождают каждого кандидата на всех этапах его найма. Соответственно, анализ и фокусирование на проблемных, в первую очередь, предприятий. И с их помощью реальный проводим анализ рынка труда в конкретном населенном пункте. То есть, теперь предприятие дает техническое задание, дает заказ, кто, какая профессия, в какой период времени ему конкретно этому предприятию нужно. Сама процедура подбора – это специализированное подразделение. Во-вторых, мы создали собственную базу кандидатов. Она постоянно актуализируется, пополняется. Сейчас там более 800 тысяч в разрезе конкретных специальностей. База тех кандидатов, с которыми можно работать в режиме онлайн в том числе, в целом по сети. В-третьих, создали, разработали, создали. Она активно работает. Отдельная цифровая площадка. Как называли ее карьерный портал. Он для внешнего поля. Если мы говорим, что сервисный портал – это для внутреннего поля принцип госуслуг, то, соответственно, карьерный портал для внешнего поля. Там много разделов. Но в том числе и раздел, который связан с конкретными вакансиями. Посещаем из портала. Ослеживаем, смотрим примерно 300 тысяч пользователей в месяц. И через карьерный портал, действительно, через эту цифровую площадку, действительно, подбираем необходимых специалистов, начиная от руководителей, заканчивая рядовыми работниками. Ну и в-четвертых, очень так активно начали размещать материалы о работе в РЖД не только на железнодорожных объектах, не только вокзалы, там все наши железнодорожные объекты, но и на муниципальных объектах инфраструктуры. Сейчас это будем делать еще более активно. Соответственно, тоже рассчитываем на эффект. Следующее направление из тех семи, соответственно, это привлечение с использованием таких дополнительных и, может быть, нестандартных источников. Что я имею в виду? Ну, мы уже начали взаимодействие с Федеральной службой исполнения наказаний, рассматриваем конкретную возможность трудоустройства осужденных, те осужденные, которые осуждены к принудительным работам, понимаем все риски этого источника, безусловно, но для нас это реальная такая дополнительная возможность, особенно в труднодоступных районах, Забайкальский край и так далее, дополнительная возможность, дополнительный источник покрытия дефицита. Уже опыт есть работы с таким контингентом на Восточном полигоне. Ну и кроме этого, второе, это, понятно, инострадные граждане, тоже целый ряд проблем с их привлечением, в том числе и то, что касается заработной платы в пересчете на рубли. Но определили потребность конкретно в таких работников, в разрезе конкретных предприятий начинаем этим заниматься значительно более активно, чем раньше. Следующий блок вопросов, который имеет прямое отношение к аудитории сегодняшней, к сидящим здесь в зале, это вопросы, связанные с привлечением студентов на работу. И, соответственно, это вот пятое направление. И здесь мы видим четыре таких возможных варианта оперативности, оперативного привлечения. Ну, во-первых, именно для оперативного укомпетитования рабочими профессиями мы уже предварительно обратились к ректорам, к руководителям и средних учебных заведений с просьбой скорректировать там учебный процесс, имеется в виду ввести такие вот индивидуальные графики обучения для тех студентов, которые в этом году смогут прийти на работу в рамках оплачиваемой практики. Это рабочие профессии, монтеры пути, помощники машинистов, тепловоза и так далее. Ну и второй вариант – это организация и переход на круглогодичную такую сменную практику студентов, тех студентов, которые получили рабочую профессию. Мы сейчас начали формировать нашу потребность не только теперь уже на летний период, но и на весь год, соответственно, и обращаемся к вам с просьбой, вот такую сменную вещь, связанную со студентами, и практика не летом, а вот так. Помочь нам в этом вопросе. Третье решение касается пересмотра перечня дополнительных образовательных услуг, которые получают наши целевики. Мы, безусловно, как компания заинтересованы в том, чтобы сокращать сроки обучения по рабочим профессиям. Кстати, у себя у ЦПК, в наших учебных центрах повышения квалификации, мы этот вопрос уже реализовали, по ряду профессий существенно сократили сроки подготовки. Ну и подчеркну, что, безусловно, конечно, не только сокращение сроков, но и выдача официальных документов, корочек, еще до проведения практики. Часто бывает наоборот. Иди, сходи на практику, после этого дадим тебе корочки. Тоже обращаемся к вам с этой просьбой. Ну и последний шаг, это наши студенческие отряды. В этом году это 13 с копейками тысяч. Для себя поставили задачу в следующий год плюс 5 тысяч как минимум, может быть больше. И сейчас, соответственно, более того, будем расширять и направление использования, вокзальный комплекс, соответственно, новые направления, там, помощники машинистов. И уже сейчас собираем соответствующую потребность в разрезе предприятий, тоже вместе с вами хотим этот вопрос отработать. Ну и учитывая, что вот этот момент касается как раз всех ректоров, у меня огромная просьба к вам поддержать эти наши инициативы и помочь нам включиться в эту работу для того, чтобы нам их реализовать. Ну и шестое направление. Шестое направление, оно касается с такой, ну, социальной поддержкой наших работников и с нашим здравоохранением, с медицинскими осмотрами, с критериями по линии медицины и так далее. Здесь тоже несколько подходов прорабатываем. Ну, первое, сейчас реально расширяем перечень профессий, должностей, которые могут пользоваться нашим жилищным фондом компании, технологическим жильем или тем, кому компенсируется аренда. Причем это понятно, что будем делать не единые даже системные подходы по всей сети, а применительно конкретному полигону дороги. Они могут быть разными, но, по крайней мере, этот перечень пересматриваем точно. Ну и второе, реальную ведем работу по снижению требований к работникам к нашим с точки зрения здоровья. Это уже законодательный уровень, вопрос, который нужно решать на уровне государства. Сдвинулась история с мертвой точки, вот, у нас реально завышенные критерии с точки зрения здоровья и так далее. Один пример приведу. Для машинистов, там, для локомотивных вариантов, самое важное и самый большой процент непрохождения медицинских психосмолий – это зрение. При современной медицине, значит, сделал операцию, получил единицу вновь, и зрение у тебя снова хорошее, но вернуться обратно, работать в локомотивную бригаду, ты не можешь. Ну вот это просто в качестве примера. Поэтому этот вопрос тоже решаем, и ряд барьерных моментов, связанных со здоровьем, очень надеемся, что мы снизим. Ну и дополнительные активности – это седьмой наш блок, соответственно, он связан тоже с пересмотром, там, требованием к работникам. Потому что мы сталкиваемся с историей, когда у нас, соответственно, мы вначале обучаем наших сотрудников, они проходят соответствующую подготовку, практику, после этого, соответственно, критерии со здоровьем и так далее, и так далее. Потом переходят на ту позицию, где этого ничего нет, всех этих барьерных мест, и другой работодатель получает здорового, готового, воспитанного, подготовленного работника. Просто вот, просто так. Поэтому тоже пересматриваем ряд требований. Ну, во-первых, это с точки зрения требований к образованию. Я не касаюсь, безусловно, всех вопросов, связанных с профессиональными стандартами, но и у нас есть ряд целых дополнительных требований, которые мы вот хотим пересмотреть с точки зрения смягчения. Ну и, во-вторых, совместно с Росжилдором рассматриваем, в том числе, вопрос смягчения требований по допуску к работе женщин и по допуску к работе подростков. Знаете, что по поводу машинистов, соответственно, с женщинами вопрос решен. Вот еще по этому поводу тоже думаем. Ну и, кстати говоря, последняя, наверное, история, связанная с пересмотром требований. Это инициатива, в том числе, нашей ветеранской организации. Есть предложения, есть инициатива со стороны наших ветеранов-пенсионеров вернуться на работу. Для этого нужно детально проработать условия, барьерные места, в том числе медицины, какие-то гибкие графики, гибкий режим, индивидуальный трудовой договор или еще что-то. Над этим работаем, но это тоже предусматриваем как дополнительный источник привлечения персонала. Кстати говоря, ряд, в том числе, система МВД, например, пересмотрели требования по возрасту, существенно увеличили. Знаю, что порядка 100 тысяч они набрали, соответственно, работников таким способом. То есть вот этот седьмой раздел, соответственно, таких вот дополнительных активностей, которые связаны и, надеемся, что помогут нам расширить источники, соответственно, привлечения и привлечь большее количество. Ну, вот это, наверное, то, что я хотел вам сказать, рассказать, как мы реагируем на эти вызовы. Хочу в сухом остатке подытожить тем, что мы, я думаю, что в начале пути в решении этой проблемы. Проблема действительно по-настоящему очень жесткая, очень серьезная. А решить эту проблему можно, на наш взгляд, только общими усилиями, объединив эти усилия. Поэтому еще раз хочу сказать, конференция очень своевременная. Спасибо всем за внимание. Дмитрий Сергеевич, спасибо. Хочу отдельно вам сказать спасибо, что вы построили такой мостик от производства к образованию. И, Олег Сергеевич, у меня вопрос к вам. Не так давно вы возглавляли дирекцию, в которой из 140 тысяч персонала порядка 119 – это члены локомотивных бригад. Вы, как никто, знаете проблему, которая сегодня заявлена. Но сегодня вы уже работаете в ведущем транспортном университете. Скажите, пожалуйста, теперь на проблему кадрового голода вы смотрите под другим углом и поделитесь? Ну, спасибо, во-первых, за вопрос. Добрый день, коллеги. На самом деле, наверное, вот сказать, что под другим углом я не смотрю. Я смотрю под тем же, но я в нее влез несколько поглубже. Потому что понятно, что для начальника дирекции очень важен этот персонал, очень важна его подготовка. Но есть еще очень много важных других моментов, которые как бы затмевают. Когда у нас очень любят говорить еще и о железе, да, и мы там в этом железе находимся очень здорово, будучи виза-президентом или заместителем генерального директора. Вот, хотел бы сказать, что, конечно, вот когда я пришел на должность электора, на эту проблему действительно я смотрю несколько глубже, но абсолютно под тем же углом. Наверное, те же проблемы, которые мы видели тогда, сегодня, ну, как бы тогда я больше требовал, да, сегодня я перешел на другую сторону и стал как бы исполнителем тех требований, которые сам же когда-то выдвигал перед институтами, перед теми, кто готовит для нас кадры. Сегодня перед нами стоит задача готовить таких железнодорожников-универсалов, которые обладают широким спектром знаний, которые могут сегодня адаптироваться абсолютно, или выходить уже адаптированно к тем требованиям, которые предъявляет для нас работодатель. Я помню, когда мы разговаривали с Митой Сергеевичем еще там перед назначением, он сказал, ты вот сделай так, чтобы там человек, который приходит, ему не говорили, что вот забудьте, что у тебя учили в институте, вот на самом деле вот все вот это так. Да, но я, наверное, повторяюсь, я об этом уже где-то говорил, но вот подход был такой. И сегодня, вот, наверное, так вот, как человек новый, я, наверное, могу себе позволить сказать то, что опытные ректоры как-то промолчат, о чем они промолчат, например, как эту проблему видел бы я. Первое, это, наверное, подход к образовательным программам. Сегодня нам надо готовить абсолютно других людей, нам надо готовить конструкторов, которых мы не готовили как-то традиционно, нам надо готовить там руководителей и специалистов. В сервисе, там, локомотивов, подвижного состава, тоже каких-то таких вот специализаций нет. Нам надо готовить людей, которые будут реализовывать программы ВСМ, Маглев, там, тех же вот беспилотных технологий, о которых говорили буквально на предыдущей сессии. Да, соответственно, нам надо достаточно оперативно пересматривать в том числе и наши образовательные процессы. Да, сегодня вот они лежат, то есть образовательная программа как-то регулируется все-таки федеральным, да, государственным. Образовательными стандартами, с одной стороны, их утверждает Миноборнауки, да, с другой стороны, да, вот это основные образовательные программы. И они сидят сегодня в основе тех формирований профессиональных компетенций, которые должны получить обучающие. Там ФГОС рекомендует нам для этого обращаться к профессиональным стандартам, разработку которых координирует уже Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. К сожалению, сегодня не для всех специальностей эти стандарты разработаны. Ну и приходится обращаться к красным работодателям, с которыми взаимодействует ВУЗ, ну или ВУЗы, наверное, осмелюсь предположить, чтобы включить профессиональные компетенции для обучающих, то, что нужно работодателю. Получается такой широкий набор, ну и, как правило, эти требования не унифицированы. И есть случаи, когда подготовку специалистов ведем по разным специальностям, то есть обучающие должны получить разные профессиональные компетенции, профессиональный стандарт, на который вынуждены опираться, он, в общем-то, один и тот же. То есть сегодня, если требуется появление и корректировка профессиональных стандартов и вносить изменения в УГОЗ, то в настоящее время, ну, как мне кажется, по крайней мере, как я вижу, это длительный и сложный процесс, это год, а то и полтора. И мне вот хотелось бы обратиться ко всем причастным к этим процессам и все-таки дать возможность вот федеральным ВУЗам как-то влиять, да, и самим иметь возможность менять в УГОЗы, потому что, ну, мы просто не успеваем, в противном случае, за нашим рододателем, потому что требования меняются. Как-то вот мне тут я пришел, мне говорили о том, что, ну, это, конечно, достаточно новые, как бы их сделали пять лет назад. Как бы я так на пять лет назад отступил, как бы в восемнадцатый год и понял, что мы вообще живем, как бы, да, пять лет назад. Вот если кому-то рассказали, что пять лет назад, да, что вот где мы будем жить сегодня, в двадцать третьем году, ну, наверное, мы бы рассмеялись, покрутили у виска, как бы, да, ну, факт остается фактом. Но мы говорим о том, что пятилетний стандарт при этом как-то актуален. Наверное, все-таки нет, поэтому вот посмотреть возможность, чтобы такая была. Это первый момент. Второй момент, наверное, ну, также я уже об этом говорил, это то, что надо как-то развернуться, наверное, и средней школе, да, вот, тем проблемам, которые есть, потому что именно средняя школа создает образовательный базис, ну, а мы уже формируем надстройку, да, готовя выпускника школы, уже специалиста, да, то, что называется, адаптированного в ту работу, которую даст работодатель. Ну, и, наверное, надо констатировать, что система среднего образования пока так и не повернулась именно в сторону подготовки технических специалистов. Я там выступал раньше на 15-20 на конференции, приводил конкретные цифры, да, что, ну, скажем так, что специалистов, закончившие, сдающие ЕГЭ по физике и математике, ну, мягко говоря, крайне мало, да, что приводит к тому, что у нас и конкурс, в общем-то, не получается. Понятно, что мы сегодня решаем эти вопросы, решаем за счет целевой подготовки, и надо отдать должное, вот, там, и Дмитрию Сергеевичу, компании «Российские железные дороги», которая оказалась первой, в общем-то, компанией в стране, которая не дожидалась законодательных решений, да, вот эту целевую подготовку организовала. Вот, еще один момент, что на программах высшего образования, в целом, вот, в нашем головном ВУЗе, это целевое, как бы, да, обучение составляет 35-37%, а в филиалах всего где-то, вот, если говорить по северо-западу, да, 16-18, ну, до 20%, при этом в начале нашего века, 2000-х годов, по железнодорожным специальностям, доля цивиликов от бюджетного приема составляла порядка 70-80%, тут, наверное, вот, в условиях сегодняшнего, да, вот, кадрового голода, о котором мы говорим, ну, наверное, как-то вот, все-таки это является такой стимулирующей, или мотивирующим фактором, который может привлекать к нам молодых людей, идти учиться к нам, да, тем более, что мы все больше и больше, вот, например, ну, вот, мое мнение, да, должны говорить даже вот при поступлении не об институте, а о том, о чем говорил Дмитрий Сергеевич, потому что в данном случае институт это всего лишь некая ступенька к тому, чтобы люди оказались в компании российской железной дороги, и позиционироваться надо, что вы хотите оказаться, вот, да, вот, и получить все те привилегии и блага, о которых сказал Дмитрий Сергеевич, вот, пожалуйста, для вас существуют железнодорожные институты, да, и мы готовы там сделать все для того, чтобы вы пришли туда грамотными и нужными специалистами. Я, наверное, не буду говорить долго, но также хотел бы поднять вопрос и, наверное, финансирование, может быть, правильного выстроения КПИ, еще раз говорю, я новый лектор, поэтому, как это говорю, даже чтобы не сказали, у нас, наверное, основная задача, вот она сейчас уже начала прорисовываться, да, это, как я сказал, подготовка специалистов, ну и, наверное, процент наших выпускников, которые устроятся в итоге в компанию российской железной дороги, и сейчас вот недавно там этот ТПИ как бы стал основным для нас, это очень здорово, но при этом существует достаточно много других показателей, которые связаны с оптимизацией расходов, да, связаны с оптимизацией там профессорско-преподавательского состава в том числе, и мне кажется, что это такие очень, ну, как бы конфликтующие между собой показатели, да, и вот здесь вот так же посмотреть, насколько целесообразно, что для нас важнее. Мне кажется, она для нас важнее та тема, о которой мы сегодня обсуждаем, как бы, да, а не вот там, ну, слово неправильное, там, тупо как бы, да, вот оптимизироваться, оптимизироваться, оптимизироваться здесь, надо знать, это первое. Второй момент, конечно, поддержание базы. Мы говорим о том, что человек, который, ну, не знаю, там, занимался на тренажере условно 2Т116 на тепловозе, да, не сядет на тепловоз, там, 2Т25, там, К2М, потому что он его все равно не поймет. Ну, вот я ездил в техникумах, и такая проблема есть. Опять-таки, надо сказать, большую благодарность компании российские железнодорожья, что существует программа целевая оборудование, ну, наверное, единственная большая просьба к тому, что она должна, наверное, быть более обширной, потому что сегодня, ну, вот как недавний начальник дирекции ТЯГИ, могу сказать, что в дирекции ТЯГИ, там, в локомотивных депо, ну, как бы, ситуация гораздо получше у нас обстоит с этим делом, чем сегодня вот в наших, ну, по крайней мере, в наших филиалах в техникумах. Наверное, в головном УЗИ мы не жалуемся, вот с техниками помощь дополнительную оказать, это было бы здорово. Я, вот то, также, о чем говорил Дмитрий Сергеевич, мы также в интересах работодателя выбрали вот вектор решения задачи подготовки через такое практикоориентированное образование. Сейчас мы заняты увеличением продолжительности практики за счет оптимизации учебных планов. Также, в общем-то, начинаем прохождение производственной практики в формате профильного студенческого отряда. Вот, и мы с коллегами все отреагировали на те запросы, которые были со стороны компании «Российский железнодородие», собирались вот с Александром Михайловичем, да, и вот первые цифры уже дали. Там есть определенные проблемы, потому что все-таки мы должны понимать, что мы должны студенты еще и научить всем тем компетенциям, которые хотим, а как бы не оставить его на каком-то уровне среднем. Тем не менее, как бы, да, есть уже от нас конкретные предложения, я думаю, что будут увеличиваться. Что касается ПГУПСа, то мы имеем практически 40-летний опыт работы в круглогодичных отрядах в интересах именно железнодорожного транспорта. Сегодня наши ребята работают и в ФПК, работают в Центральной дирекции, в ЦДЖВ, да, начинают работать в ЦД и ЦДИ, да, мы формируем отряд, там, хотим сделать круглогодичный отряд, там, в количестве 40, там, монтеров пути, которые, как бы, да, занимались работами, ну, наверное, в регионе, все-таки, скорее всего, Октябрьской дороги, или, там, Октябрьской и Московской, проводники, поездные электромеханики, поможет ли машинист моторовагоново-подвижного состава, в грузовом движении начинаем ездить, в пассажирском движении, вот, на линии Санкт-Петербурга, в Москва, учитывая, что торопное плечо, так же, как бы, планируем ездить, поэтому мы очень реагируем на то, да, чтобы, ну, во-первых, сегодня помогать, решать компании российские железоорудия эту проблему кадрового голода, во-вторых, ну, наверное, готовить именно тех специалистов, потому что, ну, не знаю, я вот говорил, что мне всегда, вот, как-то было очень непонятно, когда, там, специалист, закончивший техникум, да, шел, ну, движение, к примеру, шел дежурным по станции, специалист, закончивший с высшим образованием вуз, шел к приемоздатчикам, причем иногда очень в долгую, а иногда уже оттуда куда-то и девался, да, потому что, если он оказался вдруг в порту, на какой-нибудь там стивидорной компании обслуживая, как бы, да, то такой почти верный путь, что он, как бы, из периметра ООЖД уходил, поэтому, конечно, нам здесь надо совместно работать. У меня есть, наверное, какой-то целый ряд предложений в итоге, в такую постановляющую часть, да, нашего круглого стола, я не буду говорить, и так, наверное, со временем я перегнул, ну, вот, наверное, так, сегодня я вижу эту проблему, как уже, как ректор вуза. Спасибо. Олег Сергеевич, вы сказали про круглогодичные отряды, у Дмитрия Сергеевича в одном из слайдах к обращениям коллег-ректорам как раз была просьба пересмотреть вопрос о круглогодичной практике. Здесь немного другое и по объемам, и по механике этого процесса. Хочется поинтересоваться, первый транспортный университет будет ли первым в этом вопросе, как отреагировать на запрос, который озвучил сегодня Дмитрий Сергеевич, именно по круглогодичной практике среди, соответственно, техникумов, колледжей на постоянной основе. Готовы ли к этому? Ну, я уже сказал, что мы реально, как бы, да, определенные отряды имеем. Вот что касается проводников, ну, он уже вот практически, он был одним из первых, да, вот последние годы мы работаем вот в режиме помощников-машинистов. Понятно, что достаточно там, как правило, эти ребята требуют какой-то индивидуальной программы, в том числе обучения, кто-то просто вот, кому-то просто нравится это делать, да, и он находит возможность сам, там, не ломая программу основную, вот, выходить, скажем так, на работу. Поэтому, ну, вот я бы ответил так на этот вопрос, что мы уже это делаем. И будем просто вот вопрос в том, чтобы там, нарастить вот этот объем, ну, объем, наверное, слова неправильное, количество участников этой программы, назовем так. Спасибо. Коллеги, мы переходим к банковской сфере. Денис Вячеславович, банк работает в транспортно-логистической отраслью, в фокусе внимания строительства, инфраструктурные процессы, банковские гарантии, лизинг, но мы сегодня говорим про людей. Готов ли сегодня банк предложить уникальные продукты физическим лицам, железнодорожникам, и какие сегодня есть инструменты для работодателя с помощью вас именно про вопрос удержания работников? Максим Александрович, коллеги, добрый день. Спасибо большое за вопрос. Вот, если можно, несколько слов об актуальности текущей проблемы, той темы, которую поднимается сегодня здесь. Мы, собственно, как банк, который исполняет инвестиционную программу РЖД, в том числе и на Восточном полигоне, мы действительно видим, как за последнее время у компаний-подрядчиков холдинга растут затраты на профессионалов именно специальных профессий. То есть, действительно, тема актуальна, и именно специалистов рабочей профессии сейчас не хватает, в том числе и на Восточном полигоне, поэтому вот сложность образуется. Как банк, мы, наверное, здесь больше можем являться инструментом. Вот хороший пример, я считаю, это сотрудничество с ООО РЖД в части субсидирования ипотеки, как для молодых специалистов, так и для сотрудников, кто уже трудится достаточно продолжительное время. То есть, ну, здесь и достаточно эффективно эта программа работает, согласитесь, там одно дело, вот текущая ставка, она 17, а когда тебе работодатель субсидирует, то получается 4%. То есть, это действительно удерживает и привлекает молодых специалистов в отрасль. То есть, вот, у ООО РЖД здесь действительно очень здорово. Эта программа очень здорово работает, эффективность ее показана. Вот, по остальным продуктам мы, собственно говоря, готовы подстроиться под какие-то идеи, либо требования работодателя, опять же, это либо субсидирование на обучение дальнейшее для развития персонала, собственно говоря. Но вот все-таки вот жилищное, мне кажется, это наиболее эффективное направление. Я не знаю, была возможность или нет, мы на сцене Рожилдора презентовали нашу банковскую карточку, 50 лет БАМа, которая посвящена. Вот, мы считаем, что уже вот на стадии студентов, которые получают стипендии, будут видеть, ну, отраслевую специфику, будут окружены, соответственно, историей, атрибутами, они будут выбирать продолжение работать в этой отрасли. То есть, мы считаем, что вот работа в этом направлении, она тоже важна. Ну вот, в целом, да, мы готовы разрабатывать, у нас уже есть опыт с ведущей транспортной компанией мира, не побоюсь этого слова, вот, поэтому с большим желанием мы предложим и разработаем. Либо, собственно говоря, поделимся теми наработками, которые у нас есть. Учитывая то, что именно целевой сегмент – это транспортная отрасль, мы с особым вниманием именно погрузимся в проблематику этой отрасли, с этими новыми продуктами. Денис Вячеславович, вы сказали про карты, про студентов, про, я так понимаю, зарплатные проекты, но дорога должна быть с встречным движением. Что сегодня банк может предложить образовательным организациям, как поучаствовать и поддержать образовательные организации? Ну, собственно говоря, с вузами мы уже работаем. Это, собственно говоря, возможно, как и финансирование их в случае отсрочки заказа, это факторинг. Вот. Здесь все-таки нам, наверное, хотелось бы сейчас больше внимания уделить организациям среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования. Мы готовы финансировать программы, подставлять, собственно говоря, кредитное финансовое плечо, в случае такой необходимости. То есть мы можем быстро сейчас взять, развернуть инфраструктуру, нужно где-то куда-то, потому что мы понимаем, есть бюджетный процесс, есть, собственно говоря, планирование у любой компании. Вот. Ну, понимая устойчивость компании транспортной отрасли, мы готовы финансировать. Спасибо. Коллеги, мы переходим к новой вагонно-ремонтной компании. Вадим Сергеевич, расскажите, с какими вызовами столкнулась Ваша компания. Добрый день, коллеги. Спасибо за приглашение. Действительно, так усложилась моя судьба, да, что о вагонно-ремонтниках почему-то вспоминают... Да, спасибо. О вагонно-ремонтниках вспоминают, как правило, в последнюю очередь, и там по особым случаям и не очень приятным, да, но при этом никто никогда не задавался вопросом, а почему это стало возможным, и почему один из важнейших сегментов транспортной отрасли, да, всегда, ну, на протяжении, там, многих лет находится в таком достаточно ущербном состоянии. Вот. Наше видение следующее, да, что, понятно, страна развивается, идут реформы, и вот в результате этих реформ, да, вагонно-ремонтный сегмент оказался достаточно таким конкурентным. В результате рыночных трендов, да, ценового, там, давления и прочее, мы вынуждены были оптимизироваться, да, снижать цены на свои услуги. К сожалению, ничего здесь не поделаешь, это рынок. В результате мы в какой-то момент не смогли, скажем так, удовлетворить запрос наших работников, да, и постепенно на протяжении, там, десятилетия происходило вымывание профессиональных кадров. Это объективный факт, и, к сожалению, и чем дальше на Восток, тем, к сожалению, становилось хуже. Потому что операторские компании, как правило, на Дальнем Востоке, в связи, там, с достаточно высокими ставками на ремонт вагонов, предпочитали уезжать в Сибирь, Урал, западной территории России, и в итоге многие предприятия оказались в достаточно сложных условиях. Сейчас, понятное дело, все развернулось, но восстановить этот потенциал, честно говоря, уже не представляется возможным, к большому сожалению. Когда я в 2020 году пришел и возглавил вагоноремонтную компанию номер 2, что мы сделали, да, по сути, с того момента прошло 3 года. Штат компании вырос на 46%. С 7 с небольшим тысяч уже мы приблизились, там, к 10 тысячам персонала. Что этому способствовало? Во-первых, внедрение, наверное, уникальнейшей системы KPI. Она такая многофункциональная, многозвеньевая. Помимо того, что есть персональные какие-то показатели, есть полугодовые показатели, есть сетевые соревнования, которые тоже дают добавку к содержанию, да, повышению семейного бюджета. И вот в качестве примера я приведу, что у нас, допустим, уровень заработной платы с 2020 по 2023 год вырос более чем на 70%. То есть мы не привязывались к каким-то конкретным датам, мы ситуативно реагировали на вызовы рынка, и в этом плане мы, может быть, оказались более подвижными и, скажем так, менее подверглись, да, каким-то вот вызовам сегодняшнего дня. Вот. При этом именно по рабочим специальностям средний рост составил почти 50%. При этом, к сожалению, текучесть кадров продолжает быть достаточно высокой, как я считаю, там в среднем в районе 20%. Вот. И, к сожалению, есть незаполненная вакансия. Буквально пару слов хотел бы обозначить, вот какая, наверное, для нас, для нашего именно сегмента проблема. Если посмотреть на возрастную пирамиду Российской Федерации, да, по состоянию на 1 января 2023 года, это такая кривая елочка, одиноко растущая в поле, где северная сторона – это мужское население, южная сторона – женское население. Вот. И на рубеже 35 лет и выше у нас идет колоссальное преобладание уже женского населения, да. И это вот тот потенциал, который мы, к сожалению, в своей отрасли реализовать не способны. В силу определенной зарекламентированности и достаточно высоких технических требований к нашим специальностям. По сути, мы можем рассчитывать на массовое поколение, на рубеже 30-45 лет, но при этом мы не можем им предложить, скажем так, достаточно высокую зарплату относительно иных сегментов. Вот. Ну и надо признать, что все-таки ремонт вагонов – достаточно тяжелый труд. И в основной массе он еще и ручной. И это тоже требует определенных инвестиций, которые, к сожалению, в отрасли отсутствуют. Вот. Надеяться на более молодое поколение, к сожалению, не приходится. Это совсем другие люди, это другие люди иного склада ума, иного формата. И идти на наши предприятия, ну, особенно это касается крупных городов, к сожалению, они не желают. Вот. В плане борьбы за рабочие специальности, да, какие, наверное, еще такие серьезные недостатки? Все-таки это действительно высокая ответственность и персональная ответственность каждого работника, потому что наша работа связана, в первую очередь, с безопасностью движения. Это высокая зарегламентированность. Это необходимость постоянного обучения, аттестации, повышения своей квалификации и так далее и тому подобное. Ну, и как я уже обозначил, действительно, это такие несовременные условия труда. Вот. Но при этом у нас есть и преимущества. И то, за счет чего, собственно говоря, отрасль обеспечивает экономику страны исправным подвижным составом. Это гибкая мотивация, о чем я уже говорил, и достаточно большой расширенный социальный пакет, где входит и добровольное медицинское страхование, и достаточно большие вложения мы делаем в улучшение социально-бытовых условий, в культурно-массовые мероприятия и так далее. Большая работа ведется именно с семьями и с их детьми и так далее. С точки зрения именно профессионального обучения мы вынуждены были в 2021 году на базе одного из наших предприятий в Челябинске открыть учебный центр. На этой площадке мы лицензировали и запустили 132 образовательные программы, из которых 61 программа именно связана с технологией ремонта, и 71 программа – это по охране труда, промышленной безопасности, электробезопасности и так далее. Данной программой я хотел бы выразить благодарность Сибирскому государственному университету по телесообщению. С помощью их специалистов это все было реализовано. Это не только учебная программа, но это и электронные тесты, которые работники с определенной периодичностью проходят, тем самым подтверждая уровень своих знаний. Ну и вот в качестве примера я назову несколько цифр. В 2022 году через учебный центр у нас прошло 7134 работника, за 10 месяцев текущего года уже 6785. Дальше. У нас есть несколько целевиков. И вот про обучение в высших учебных заведениях я бы хотел, наверное, обозначить вот что. Так сложилось, что ввиду достаточно таких высоких требований проходной балл при поступлении вот на эти технические специальности достаточно высок. И, к сожалению, так складывается ситуация сейчас, что на эти специальности в большинстве своем проходят девушки. Я тут не хочу, чтобы меня обвиняли в сексизме, но выглядит это так, что у нас действительно тяжелая работа, но вот эти вот возможности нереализованные занимают женщины, потом они приходят на производство, но в лучшем случае это работники аппарата управления. До цехов, к сожалению, они не доходят в силу многих причин. И вот здесь я бы хотел обратиться к руководителям учебных заведений, все-таки посмотреть на эту историю и, может быть, все-таки сделать акцент на том, чтобы именно в сторону молодых людей был сделан определенный акцент, и чтобы именно на специальности технического, скажем так, уклона, все-таки предпочтения отдавались молодым людям. Какие еще дополнительные меры поддержки? Помимо социально-бытовых и прочих, это, конечно же, достаточно серьезная мотивационная и материальная помощь сотрудникам. К сожалению, в текущих условиях это неизбежно, и в том числе и в отношении работников, которые ушли на СВО, как по мобилизации, так и в добровольном порядке. Ну и в заключении хотел бы, наверное, обозначить таких пять тезисов, на которые действительно нам всем хотелось бы, ну, наверное, как мне кажется, обратить внимание. Это еще раз популяризация рабочих профессий среди женщин. Второе. Это отмена обязательных требований по наличию высшего образования по ряду технических специальностей. Ну, к сожалению, ну нет уже специалистов с высшим образованием для того, чтобы назначить его либо бригадиром, либо мастером. Вот говорю вот по-простому. Третье. Это расширение работы, и мы на это готовы, с учебными заведениями среднего звена. Это именно целевое обучение на уровне именно среднеспециальных специальностей, среднеспециального образования. Мы готовы за это платить, платить дополнительные стипендии, либо платить учебным заведениям за образование, именно за процесс обучения данных работников или наших будущих работников. Четвертый тезис. Это, насколько это возможно, упрощение требований по найму иностранных работников. К сожалению, мы, как и российские железные дороги, вынуждены прибегать к иностранной рабочей силе, привлекая их, ну, скажем так, на такие специальности, которые не требуют высокого уровня квалификации. Ну и пятый момент. Это субсидирование вложений в развитие производственных технологий. В автоматизацию, в цифровизацию и так далее. К сожалению, тех средств, которые есть на сегодня у вагонно-ремонтных компаний, к сожалению, их недостаточно. И если вы вообще посмотрите отчетность данных компаний, то на протяжении там последних двух-трех лет многие из них работают с убытком. К сожалению, это фактор, и это факты сегодняшнего дня. У меня все. Спасибо. Вадим Сергеевич, не могу не спросить. Вы сказали о целевом заказе. Озвучите, пожалуйста, цифру. Сколько сегодня у новой вагонно-ремонтной компании целевиков? У нас пять целевиков по высшему образованию и с рядом техникумов там в районе 30 человек. Именно выпускники там второго-третьего курса, учащиеся второго-третьего курса, с кем у нас заключены индивидуальные трудовые соглашения, в рамках которых мы платим им... Господи, не пенсию, конечно же. Стипендию? Стипендию. Вадим Сергеевич. Сейчас, минуточку. А персонал компании? Вот у вас пять целевиков, а инженерный персонал компании сколько человек? Инженерный состав? Да. Две с половиной тысячи. Владимир Дмитриевич, именно поэтому я задал вопрос о количестве... Ну, я вас опередил, извините. О количестве целевиков. А по средне-техническому персоналу 10 целевиков, а состав штатный среднего технического персонала в вашей компании общее количество. Ну, примерно. Не понимаю вопросов. Сколько у вас техников в компании работает всего на момент сегодняшний? Ну, хорошо. Рабочих. Рабочих профессий. Ну, вот считайте, это семь с половиной тысяч. Семь с половиной тысяч. Спасибо. Вадим Сергеевич. Академическое сообщество намекает, что мир поменялся. Сегодня просто забирать у РЖД уже вряд ли получится кадры. Потому что и в РЖД забирать уже некого. И поэтому, я так понимаю, эти вопросы с цифрами прямой намек на то, что именно целевой заказ может быть единственным сегодня решением в большем объеме. Мы сейчас в дискуссии. По данной теме еще. Владимир Дмитриевич, еще хотите сказать? Отдайте, пожалуйста, микрофон Владимира Дмитриевича. Уважаемые коллеги, раз мы сейчас в дискуссии, разрешите сказать несколько слов. Мы все с вами уже много-много лет работаем в условиях рыночной экономики. Основной закон рынка, он еще Карлом Марксом был сформулирован. Товар, деньги, товар. То есть не может быть в рыночных условиях товара, который не оплачен. Товар или услуги. Специалист подготовленный, это тоже товар. И за него должно платить. К сожалению, сейчас из бизнеса платят за подготовку своих специалистов дополнительно государственному финансированию. У нас только компания РЖД, которая четко в этом отношении стоит на рыночных условиях и взаимодействие годами налаженное есть. Мало сейчас, мы это понимаем. Но здесь есть пути решения. Мы можем и целевой набор увеличить. Действительно, Олег Сергеевич прав. С 70% мы упали до 30%. Мы можем не идти на увеличение целевого набора, но включить в систему подготовки рабочих кадров РЖД тех не целевиков, но специалистов, которых РЖД потом все равно к себе берет, потому что забирает компания всех. Но, коллеги, это единственный случай. Вот я вижу здесь представителей бизнеса, то есть тех, у кого не хватает специалистов, ни с высшим образованием, ни со средним, ни рабочих профессий. Уважаемые коллеги, но я не видел вас в приемных комиссиях перед приемом. Я не видел заказа. И когда компания, имеющая две с лишним тысячи инженеров, говорит о заказе целевом, пять человек, при коэффициенте сменяемости, очевидно, у вас по возрасту, по крайней мере, даже сменяемость, это порядка ста человек в год, да? Ну, может поменьше, хорошо. То есть, сейчас можно же на пенсии работать, эффективность, правда, другая, то я, откровенно говоря, не понимаю этого. Коллеги, я понимаю, войти в государственную систему целевого приема непросто. То есть, мы не можем просто так увеличить количество целевиков. Это государственное задание. Контрольные цифры приема. Такие же платные обучения. То есть, если вам нужен специалист, оплатите его обучение и получите его мощности, уверяю, у нас хватает. Лабораторная, учебная база, база практики, великолепная. Ну, правда, благодаря РЖД. Почему разговор не идет об этом сейчас? Мы с вами понимаем, что проблемы начали возникать тогда, когда было ликвидировано начальное профессиональное образование. Мы все помним ПТУ, которые были закрыты. Но, коллеги, это же не волонтарийское решение Минобра. Вопрос стоял, как? А кто будет финансировать начальное производственное обучение? Это должны были сделать предприниматели, занимающиеся в промышленности, которым нужны кадры. Предприниматели от этого отказались. Вот и все. теперь возник дефицит кадровый голод. Это наше с вами решение. В середине 19 века в России жил и работал купец первой гильдии, тайный советник Самуил Поляков, которого называли король железных дорог. Этот человек построил более 4 тысяч километров железных дорог на рубеже 19-20 веков. Этот человек учредил и финансировал работу нескольких железнодорожных учебных заведений. Он основал самое старейшее техническое училище Елецкий колледж, сегодня техникум железнодорожного транспорта. Он участвовал в учреждении училища и финансировании училища Дельвига, а сегодня это Московский колледж транспорта, входящий в систему РУТМИИ. Он учредил и финансировал Харьковское железнодорожное училище. 15 рублей с каждого построенного километра железных дорог, построенного Поляковым, отчислялось в фонд образования вот этих образовательных учреждений. Уверяю вас, работы купца Полякова, работы его строителя как инженера и как организатора демонстрировались на Парижской выставке. Он поставил рекорд скоростного сооружения железных дорог. И он никому не жаловался, что у него кадровый голод. Он просто организовывал и финансировал обучение специалистов для российских железных дорог. Спасибо, у меня все. Спасибо, Владимир Дмитриевич. Уважаемые коллеги, мы переходим к Ростерминалу уголь. Артур Александрович, аналогичный вопрос, что и к НВК, поделитесь кадровой обстановкой. Спасибо большое за возможность выступить, поговорить. Кадровый голод, на самом деле, в том виде, в котором он существует сейчас, он родился на самом деле достаточно давно. То есть нашей компании чуть более 25 лет и по сути кадровый голод, он, в общем-то, всегда шел с нами рядом. Только всегда трансформации были разные. Значит, первый этап это был на моменте строительства терминала запускового работы, это полное отсутствие персонала в данном месте, ввиду того, что мы, по сути, строились не в поле, на берегу моря, скажем так. Это, соответственно, одна проблема. То есть найти людей, чему-то их научить, чего знали сами. И вторая соответствующая дальнейшая вещь, это, соответственно, их удержать у себя на работе. Следующий вызов, который опять-таки связан с кадровым голодом, это строительство замечательно рядом с соседних терминалов, в том числе РЖД и все остальное. Люди-то в этом месте, в общем-то, профессиональные, ниоткуда не появились. Там вот Олег Сергеевич, там у свидетелей, ну не было ничего. Не то, что людей, зданий-то не было, лес стоял. Это второй этап, соответственно, с этим тоже нужно как-то бороться. И третий этап, на который мы вышли сейчас, который, опять-таки, он связан с бурным развитием, со строительством терминала, с дальнейшей работой и так далее. То есть, на самом деле, проблема, она делится на две части, вот если так совсем посерьезно. Первая часть, это количественная, то есть, когда у вас просто нет людей. И вторая часть, это качественная, когда вроде как бы и люди есть, но они вас не устраивают по квалификации. Ну, чтобы понимать масштабы бедствия, которые сейчас происходят, то есть, компания, на самом деле, совершенно небольшая, всего 600 человек. Немножко отвлекусь вот про разговоры о каком-то целевом обучении, еще что-то. Ну, понимаете, на 600 человек целевое обучение, ну, в общем, это весьма утопическая вещь. Ее, наверное, практически невозможно реализовать. Потому что, если вы идете на высшее образование, кого-то хотите целево выучить, это там, условно говоря, 5 лет. То есть, вы сейчас должны понимать, кто вам понадобится через 5 лет и на какую должность, и это единичный человек. И у вас совершенно нет гарантии, что вы через 5 лет вы не сможете его трудоустроить. Если в рамках РЖД, то наверняка такая возможность найдется, потому что он хороший, большой работодатель. Мы в данной ситуации хороший работодатель, но очень маленький. Соответственно, наверное, это вот такой очень спорный вопрос, можем ли мы себе это позволить и вообще даст ли это результат. Что касается кадров, соответственно, вот цифры очень такие интересные, по разному роду оценкам, значит, на сегодняшний день в Ленинградской области насчитывается дефицит порядка 40 тысяч рабочих мест, ну, персонала. Из этих 40 тысяч, ну, опять-таки, по разным оценкам, ну, давайте, как говорят, 20 тысяч это Кингисепский район Ленинградской области, где мы находимся. Ну, для понимания, райцентр 50 тысяч, то есть, половина города это потребность персонала, где его взять, его просто нету физически. Это первое, и второе, соответственно, квалификация. Абсолютно правильно сказано, на сегодняшний день реалии тех людей, которые выходят на рынок, предлагают свои услуги как работники, к сожалению, квалификация по разному роду причинам, она не дотягивает до того, чтобы мы хотели видеть у себя. Во-первых, ну, возможно, у нас завышенные требования, не без этого, но однозначно, наверное, не хватает подготовки, подготовки соответствующей современным реалиям. Особная ситуация, я считаю, что у нас, в общем, в какой-то степени тяжелая, и в какой-то степени мы все равно будем вынуждены, вот так Олег Сергеевич сказал, мы все равно будем вынуждены где-то подбирать эти кадры, потому что мы находимся на стыке. У нас с одной стороны море, с другой стороны железная дорога. И половина нашей работы это железная дорога, половина нашей работы и море. Ведь железная дорога, она готовит специалистов с точки зрения железной дороги, вам, наверное, лучше знать, как качество и всего остального, с точки зрения моря-то то она никаких специалистов не готовит, а работать приходится на стыке. Аналогичная ситуация с другой стороны, где готовят специалистов по морю, то там совершенно не готовят никак с точки зрения железной дороги. И те, и другие должны знать работу на стыке. Мы должны знать работу железнодорожников, а они должны знать работу нашу. Тогда у нас только с вами будет результат. В этом плане мы пытаемся сотрудничать в том числе и с университетом по различным родам. Понятно, что мы, наверное, с точки зрения заказчиков, выпускников, наверное, не самый интересный клиент для университета, скажем так. Но с точки зрения знаний, площадки, практики, таких вот вещей, наверное, мы сможем это сделать и пытаемся это сделать. В Олимпиаду пытаемся запустить в этом году хоть как-то помочь. Принимаем участие в различных конференциях и всему остальному. С точки зрения персонала, что можно сделать? Там достаточно много было всего перечислено. На самом деле все очень просто, если так по-серьезному говорить про людей. Что нужно человеку? Это нужна хорошая работа, хорошо оплачиваемая, хорошие условия работы и хорошее жилье. В принципе, соблюдая все эти три вещи, вы, наверное, в большинстве случаев практически всегда решите проблему. Как решать? Это уже другой вопрос, потому что, опять-таки, я говорил про обучение, что смотреть вперед, особенно если начинать, допустим, с начального среднего образования и делать ставку на какого-то конкретного человека, ну, в общем, не факт, что вы через 7 лет вообще его получите. Он, может быть, и не научится. И не факт, что на ту специальность, которую вы определите сейчас там в 17-18 лет, и из него получится тот самый специалист. Потому что некоторые специальности, помимо знаний, они требуют, ну, вот, он формальный отличник, но только работать по этой специальности не будет. Потому что, ну, характер другой, еще что-то. Но, тем не менее, учитывая, что в том местности, где, ну, я думаю, это любой работодатель, вот это звучало, в том числе и РЖД, и все остальное, нужно популяризировать себя как работодателя. Чтобы, начиная практически с детского возраста, люди, ну, они хотя бы о вас просто знали. Знали о том, что есть вот такое место работы, есть такое предприятие, там, допустим, в Росторме на Лугу, рядом РЖД и так далее. И у людей не будет стимула, желания уезжать куда-то, они будут там оставаться, потому что у нас достаточно большая проблема, рядом Санкт-Петербург, 150 километров. И это, в общем-то, ну, скажем так, очень сильно оттягивает кадры любые. Потому что в большом городе работу найти, ну, в общем, практически можно любую. А в условиях вот маленького района и районного центра найти работу, ну, в общем, достаточно проблематично. Ну, наверное, так. Артур Александрович, спасибо. Хочу отметить, пока готовился к конференции, просматривал ваши социальные сети, очень социально ориентированное предприятие. И то, что несколько назад вы школам помогаете и заходите, несмотря на такую численность, это, конечно, показывает другой совершенно вектор и взгляд в дальнюю профориентацию. Да, огромное спасибо. Действительно, это делаем. Мы это делаем как раз вот в рамках того, что персонал весь местный. Мы, честно скажу, мы не думаем о том, чтобы привлекать людей там иностранных, рабочих и счетчиков. Вот мы считаем, что это должны быть местные сотрудники, местные люди, которые здесь живут. У них должны быть соответствующие условия проживания. Это среда проживания. То есть мы помогаем не только школам, мы и в том числе и городу, и району помогаем. Соответственно, у них должна быть такая же замечательная среда на работе. То есть это условия труда, начиная от банальных душевых, автобусов, заканчивая спецодеждой, инструментом и всем остальным. Да, соответственно, должна быть соответствующая оплата труда. Это то, я говорил, это 80% составляющего успеха. И тогда, наверное, у вас все будет хорошо. Спасибо. Спасибо. Мы переходим к Союзу объединения вагоностроителей. Евгений Юрьевич, 27 организаций, крупнейшие вагоностроительные предприятия. Скажите, что вагоностроение с рабочими кадрами? Спасибо. Добрый день, участники конференции. Добрый день, коллеги. Вопрос нехватки кадров для вагоностроения, вопрос не новый. Он, можно сказать, постоянный. Со второй половины 80-х годов и все 90-е годы прошлого столетия, когда Министерство путешествий вообще не имело возможности обновлять грузовой подвижной состав, объем выпуска составлял от 1000 до 2000 ежегодно. В этом году было 25 лет реформы, с момента реформы, когда парк грузовых вагонов вывели в частные руки, то вот здесь уже пошел скачок выпуска грузовых вагонов. И к 2003 году он достиг уровня 30 тысяч, то есть хороший колоссальный эффект. То есть это уже был первый, скажем так, вызов по нахождению кадров и развитию мощностей. До 2011 года он увеличился до 90 тысяч, дальше пошли падения. К 2015 году опять мы ушли на уровень 25-30 тысяч. И только вот с 2018 года по настоящее время мы в среднем вышли на уровень производства грузовых вагонов. В 60-м, ну плюс-минус 2-3 тысячи, был скачок, правда, 70. Это хороший уровень, который позволяет загрузить все имеющиеся мощности и обеспечить, скажем так, качественной продукцией. Сегодня спрос на вагоны в связи с изменением конъюнктуры рынка, да, с увеличением оборота вагона, он даже превосходит 80 тысяч. Странно, при профиците подвижного состава все равно сегодня собственники готовы его брать. И как бы есть колоссальный спрос, что вызывает, скажем, на сегодняшний момент относительно вагоностроения негодования, то, что мы не можем удовлетворить спрос. По производственным мощностям у нас все имеется, как бы инвестиции были тоже колоссальные за последние десятилетия. Сегодня узкое место – это у нас кадры, вот о чем сегодня все мы говорим. Значит, в СССР было три завода, которые обеспечивали это российские и три украинские. На сегодняшний момент у нас 15 предприятий вагоностроительных заводов, которые располагаются на территории Российской Федерации, шесть из которых закрывают объемы от 85 до 90 процентов. Это заводы полного цикла, четыре из которых градообразующие предприятия. Вагоностроительные заводы – это не только сборочные производства, это, как я уже сказал, большая часть производства полного цикла. Это у нас металлургия, механообработка, это сварочное производство, это гальваника, кузнечно-прессовая и другие направления, связанные с производством запасных частей и непосредственно самих вагонов. Соответственно, текучка кадров, которая имеется, она напрямую влияет на производительность, уменьшается производительность, производительность труда. Численность на производстве сегодня вагоностроительных заводов превышает 35 тысяч. Дефицит кадров мы оценили, готовился к совещанию на уровне где-то 12-15 процентов, но это под объемы, которые на сегодняшний момент есть. В ком же заключается дефицит на сегодняшний момент? Мы разделили его на 4 группы. Первая – это специалисты, инженерно-технический состав, которые работают в конструкторских бюро, в инженерных центрах. Это в основном с высшим образованием. Здесь наши предприятия уже нашли выход из дефицита кадров, у кого он был. Они вывели свои конструкторские бюро в мегаполисы, скажем так. И здесь более проще найти квалифицированных специалистов, в том числе с привлечением студентов, которые оканчивают наши 9 транспортных вузов. Также мы практически на протяжении 20 лет выезжаем к коллегу Сергеевичу, Петербургский государственный университет путей сообщения, где идет прямое, скажем так, взаимодействие бизнеса и науки, тоже дает довольно неплохой вариант. Второе направление, значит, здесь у нас дефицита нет по высшему образованию. Второе направление, это непосредственно уже рабочие специальности, которые располагаются на вагоностроительных заводах. То есть это нужны где руки. Это формовщики, это заливщики, это литейщики, это станочники. Ну, профессии связаны со станочными профессиями. Это инструментальщики, лекарщики. Ну, там список огромный, то есть можно тут полчаса говорить. Здесь вот очень серьезная проблема. Третья группа, это тоже инженерные технические работы, непосредственно работающие на предприятиях, то есть на площадках. Это технологи, технологи по сварочному направлению, по металлургическому, по механообработке, мастера те же самые, которые должны руководить непосредственно участками. И четвертая группа, которая образовалась относительно недавно, после определенных обстоятельств. Мы инвестировали, наши предприятия инвестировали в свои цеха, в заводы, закупали в основном иностранное оборудование, тем более это касается литейного производства. К сожалению, литейных технологий у нас уже не было, и здесь мы столкнулись с его обслуживанием. То есть обслуживающий персонал, это механики, это электрики, это электронщики. Причина дефицита оттока кадров, причина сейчас очень хорошая конкуренция, то есть экономика развивается, плюс Министерство обороны платит хорошую заработную плату, с которой мы неконкурентоспособны. Промышленность военно-промышленного комплекса также готова и имеет возможность более конкурентоспособных специалистов привлекать к себе, то есть люди уходят в военно-промышленный комплекс, особенно это хорошо чувствуется на Урале, в тех регионах. Дальше развиваются иные отрасли. Мы видим сегодня федеральные проекты, это строительство дорог, тех наших железных дорог, автомобильных дорог, строительство жилищно-коммунального комплекса, развиваются горно-металлургические комбинаты, тоже сельское хозяйство и ротация людей. Здесь как бы она неизбежна, там люди все-таки идут туда, где более лучшие условия. Видим сегодня отток из промышленных регионов в Москву молодежи. То есть здесь хромает у нас демография, необходимо тоже в чем-то дорабатывать это направление. Что мы делаем? Уровень заработной платы, естественно, предприятия также поднимали для того, чтобы где-то оставить, кто собирался уходить, где-то привлекать дополнительно специалистов. Но до бесконечности уровень заработной платы по экономическим соображениям поднимать невозможно. Это прямая зависимость себестоимости окончательной продукции. Либо продукция будет неконкурентоспособна и, соответственно, будет невостребована. Дальше наши предприятия усилили работу с техниками, которую они вели. Расширили линейку привлечения специалистов под наши запросы уже непосредственно. Усилили прохождение специалистами практики на предприятии, чтобы уже специалисты приходили на знакомые места, видели, что такое производство не по картинкам, а уже непосредственно потрогали руками. Но здесь минусы. Это, естественно, как минимум два года. То есть это уже на отлагательное, скажем так, привлечение кадров. Учебные центры на базе заводов также действовали и сейчас действуют. Заводы повышают квалификацию привлеченных специалистов, которые не дотягивают до минимально необходимого уровня. Уже используются современные VR-тренажеры, интерактивные пособия для того, чтобы более качественно проводить обучение персонала, нацеленное на качество и насвоение современного оборудования. Коллеги наши по регионам работают по вахте, привлекают вахтовым методом своих сотрудников. Если раньше в основном по области смотрели, то теперь распространили это направление по соседним регионам. Вахта хорошо, но есть минусы. Также обучают людей в тех же обучающихся центрах. Отработал специалист первую вахту, зачастились случаи, и уже после своего выходного он не возвращается. То есть здесь вложенные деньги не оправдались, что-то людям не нравится. Далее прорабатываются вопросы с Министерством Узбекистана через аутстаффинговые компании, привлечения иностранных рабочих. Здесь компания, также затратная статья, они оплачивают трансфер, оплачивают патенты на работу, но, к сожалению, не все люди подходят. Также приходится здесь думать о расселении прибывающих людей. Соответственно, работаем с мигрантами для того, чтобы усилить свою работу. Большие надежды на федеральный проект «Профессионалитет», который оказывает поддержку государству. Он нацелен как раз на среднее профессиональное образование. Выделяются гранты и непосредственно образовательным учреждениям, которые нацелены на обновление своих учебных фондов. Либо приведение капитальных ремонтов действующей инфраструктуры. То есть разрабатываются методики, нацеленные на обучение непосредственно на предприятии. Естественно, есть профессиональный… Евгений Юрьевич, мы в общих чертах здесь понимаем, что такое профессионалитет. Все, дальше заканчиваю. И плюс, значит, предприятие также мотивирует сотрудникам пакетом ДМС, по определенным профессиям вводится у нас прогрессивный коэффициент. Если видят, что люди работают хорошо, то увеличивается коэффициент. А также дополнительная премия предусматривается за выслугу лет, для того, чтобы люди могли оставаться и нацеливаться на это. Что необходимо, с нашей точки зрения, я уже заканчиваю, нужна все-таки, наверное, региональная поддержка, непосредственно региональная поддержка, чтобы строилось жилье, развивалась инфраструктура для сохранения молодежи непосредственно в тех регионах, где находятся промышленные предприятия. Спасибо. Спасибо.